В тюрьме для несовершеннолетних в штате Виржиния начали преподавать курс русской классики. Эксперимент настолько хорошо пошел, что курс русской литературы уже стал своеобразной премией за примерное поведение. Приоритет отдается Льву Толстому и Федору Достоевскому. Лекции заключенным читает профессор местного университета Энди Кауфман. Он намерен расширить границы своего проекта, чтобы вопросы русских классиков о смысле жизни изменили судьбы как можно большего количества трудных подростков. А в это время в России в обычных школах учителя бьют тревогу. Подростки ни Достоевского, ни Толстого, ни Пушкина не читают. Как справиться с проблемой решали в общественной палате. Литература. Слишком много букв для современного школьника и на слишком много букв очень мало времени. Словесники бьют тревогу не первый год. Времена, когда выпускники писали обязательное сочинение, канули в лету. Литературу по выбору сдают примерно 5% школьников. Остальным она не нужна для сдачи экзамена. И чаще всего, как следствие, не нужна вообще. Перед учителями стоит задача. Заинтересовать школьников русской классической литературой. Привлечь племя молодое, незнакомое и клиповое к штудированию войны и мира. Творческая задача для каждого словесника. Выяснилось, что учителя в массе своей к этому не готовы, потому что нет таких привычек, нет таких приемов. Есть колоссальный культурный разрыв между учительским корпусом, который катастрофически стареет, и молодым поколением, которое совершенно по-другому смотрит на мир. От частного к общему над гуманитарными науками как таковыми нависла тень забвения. Это связано с тем, что если при советской власти гуманитарные науки выполняли определенную идеологическую роль, то после падения советской власти эта идеологическая роль перестала существовать, а потому эти науки и предметы перестали вызывать интерес у власти. А на кой черт они нужны? Кого они воспитывают? Утумников всяких, которые потом будут там кто-то хмыкать у себя на кухне, а кто-то, не дай бог, и на болотную выходить? В результате часов на преподавание литературы становится все меньше, сетуют педагоги. А вместе с тем, как нация, подарившая миру Достоевского и Пушкина, мы известны не меньше, чем достижениями в космонавтике. Что, кстати, тоже уже дело минувших дней. В России было и есть три, собственно, вещи, которые мы можем предложить миру, как хорошо известно. Нефть и газ, ракеты, о которых хорошо осведомлен товарищ Пожигайло, и третья наша русская классика. Если уже мы ставим вопрос, стоит ли ее преподавать в школе, значит, мы уже чем-то готовы пожертвовать одним из трех вообще конкурентоспособных на рынке вещей. И вместе с тем, у этой медали есть вторая сторона. Тему гуманитарного образования обсуждают постоянно. А то, что ВОЗ и ныне там, возможно, связано с тем, что нагрузили его не тем или не так. Есть золотой корпус текстов, считают учителя практики. Надо придумать, как читать его так, чтобы современным школьникам было интересно. Вместо этого на учителя навешивают освоение птичьего языка стандарта. Теперь учитель современный может входить в класс, если он знает, что, говоря «Здравствуйте, дети!», он формирует три УУД. УУД – это универсальное учебное действие, регулятивное, коммуникативное, еще какое-то. Он должен это в планах писать. Если у него на уроке нет презентации, он не современный учитель. Значит, учителю сейчас вбивают в голову птичий язык, под который государство выделало кучу денег всем институтам повышения квалификации. Они сейчас обучат учителей новому этому языку. Если раньше надо было писать оргмомент, теперь там предкоммуникативная фаза урока. Отлично, я выучил эти слова. Как мне это поможет? На повестке дня предложение создать единый учебник по литературе и организация Ассоциации учителей русского языка и литературы. И то, и другое волнует умы неравнодушных к литературе не первый раз, но панацеей не является. Мне нужны такие точки, которые меня соединят с учеником. Учебник это не решит. Ассоциация очень нужна. Но я до сих пор не знаю, как ее создавать. У меня большие сомнения, что ее можно будет создать. И моя единственная позиция – учителям нужно дать как можно больше свободы. И, возможно, педагогический талант сможет справиться с побочными эффектами информационного общества. Наталья Ершова, Мария Ермаченко, Андрей Савин, телеканал «Просвещение». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова